ОКЦ Ты действительно считаешь ОКЦ своим домом? Конечно. Я здесь живу. Я практически здесь живу. Я иногда прихожу домой очень поздно, и рано встаю, и опять ОКЦ. И приходишь, бывает иногда такое чувство, день сурка. Приходишь, ох, я здесь уже был. Мне как-то охранники в начале самой моей работы задавали вопрос, а что у вас, вторая смена? Я говорю, ага, у меня вторая смена. Иногда бывает так, что я уезжаю домой, укладываю ребенка спать, часов в 10, и в 11 опять снова на работу. Для меня, если это мой проект, пока я его не сделаю, независимо там, да, для меня нету грани работы. То есть это может быть днем, это ночью, это может быть рано утром. То есть для меня вот это автоматично. Но самое главное вывести вот то, что я хочу, самое главное сделать это. И вначале, когда я сюда пришла, было сложно, было очень тяжело, потому что перестроиться с одного вида деятельности на другое, немножко закрутить так, как я хочу, но очень сложно завести машину, скажем так, да. И поэтому приходилось здесь работать очень долго. Есть несколько слов, которые ассоциируются с моей любимой Францией. Это Эфелева башня, Триумфальная арка, там, не знаю, Мулин Руж, Сен-Женеви-де-Буа, кладбище, да, это Франция. Но есть еще два слова, которые очень во Франции популярны. Это одно имя французское из 15 века, Жанна Д'Арк. Она кто? Француженка? Народная героиня. И одно слово из 18 века, это Бастилия. Так вот, я что хочу сказать, в нашем Благовещенске тоже есть своя Бастилия, и, как мне кажется, у этой Бастилии появилась своя Жанна Д'Арк. Ну, ты знаешь, Сереж, наверное, есть. То есть я в душе все-таки революционер, я в душе такой боец. То есть я попал точно, да? Да, ты попал точно, поэтому, наверное, есть. Все-таки, ну, хочется, чтобы это было небось или общественно-культурный центр. Ну, Жанна Д'Арк, я все-таки Надежда Багрова. Чего здесь больше в твоей работе сейчас, творчество или администрирование? Даже не скажу, оно как-то все перекликается, и творчество, и администрирование, оно все вместе. Поэтому даже, вот я прям не могу сказать, чего больше. Потому что идеи у меня приходят ночью. Я серьезно говорю, я вот иногда вот садишься, я домой прихожу, и не хочу слышать, вот когда уложат все спать, все. Я не хочу слышать, не видеть никого, просто тишина. У меня еще как бы из окна бьет свет, либо луна, либо там фонарь. И вот просто сидишь и думаешь, и начинает приходить творчество. Я сажу и записываю. И потом, на следующий день, это идет воплощение. Мы идем, обсуждаем, и это идет жизнь, да. Ну, администрирование должно быть. Очень важно знать, чтобы вся структура, каждый работал на своем этапе. Как я говорю, вы должны закрывать свой фронт. Я уже полюбила своих людей. Вот они уже, вот как вот ковала я свою вот эту вот ячейку в телевидении, да. Сейчас вот мы команду начинаем создавать здесь. И вот сегодня приятно. Мы проводили планерку, и «Единая Россия» нам благодарность написала. Но благодарность нашим сотрудникам. И там, благодарность администраторам за то, что они провели. Благодарность звукорежиссерам. Благодарность, световикам. Благодарность. «Единая Россия» – это душа. Политика – это душа. Я член в СМС. Лидер ШМЛ. Школа молодого лидера. Она мне дает вот туда. Картинка, я участник «Деловая женщина России». С Мигулей. Только музыки из бригады не хватает в этом ролике. Ну, это же классно. Ну, представьте, такие мужики там все, да. И я. Здравствуйте. Тебе так делать нечего. Вот здесь, вот. У тебя тут головняков миллион. Я хочу помогать людям. Я молодая, у меня много энергии, я могу это сделать. Почему нет? Наоборот, да. Пока есть энергия, пока есть вот этот вот модуль. Потому что если, понимаешь, либо быть хорошим депутатом, либо быть хорошим руководителем УКЦ. Потому что вот эта твоя городская дума находится вот здесь. У тебя тут столько дума, чтобы там не текли крыши, чтобы наклонная стена твоя выровнялась каким-то образом, да. Чтобы у тебя были сборы, чтобы ты зарабатывал аншлаги и все остальное. И тебе это депутатство, вот, обеспечивая тех людей, которые прибыли это стать. А как же мыслить? Разносторонне нужно мыслить. Ваш руководитель, он был и депутатом, и руководителем. Каким добился результатов? Я сам был депутатом в свое время, давно. Но так была политическая обстановка другая. И журналисты шли, чтобы... Так, а наша задача сейчас сделать ту политическую обстановку, которая нужна. И нужно, пока ты молод... Маргарет Петчер, пошли. Не хочу про политику вообще говорить. Мне хочется добиться, чтобы ОКЦ жил такой жизнью, полноценной, настоящей. И чтобы ОКЦ стал символом города, настоящим символом города. И самое главное, чтобы он вышел на самоокупаемость. Вот это вот моя такая далекая перспектива, и хочется стремиться к этому. А ты можешь сказать, какие финансовые нагрузки ложатся вот на плечи этого огромного корабля? Цифры я не скажу, потому что зачем пугать людей цифрами? Поэтому нагрузки очень большие. Такое здание содержать достаточно тяжело, очень тяжело. Потому что, как любой хозяйственник поймет, да, где-то потекла крыша, где-то там сломалось то, где-то еще что-нибудь. И это все обслуживание достаточно дорогое. Отопление, там, ну, очень много проблем. Но на самом деле, нашему простому зрителю это не нужно знать. Ему нужно видеть красоту проекта. Он приходит, видит концерт, и он должен радоваться. Спасибо за ваши глаза такие. Вы знаете, как здорово гулять за кулисами. Сидишь в зале, да, и ты всего этого не видишь. Когда я пришла сюда, я вот с такими глазами просто ходила. И просто, да, я там с утра, там, ты по форме, там, одет, там, в пиджаках, все. У нас технический директор Владимир Николаевич звонит. Надежда Ивановна, сегодня у нас прогулка по подвалам. Отлично. Переобуваешься и пошел дальше полностью внизу. Ты можешь понять, что это вообще сцена, да? Не поймешь. Что ты здесь подняешь, там, вон, кулисы все висятся эти. Когда к нам приезжали ДДТ, они привезли вагон аппаратуры. Да. И они сказали, мы точно повесим все пять тонн. Мы просто в шоке были. Мы говорили, зачем? У нас есть это. Мы выгрузили весь этот вагон аппаратуры. В итоге у нас как бы там полвагона повесили, полвагона осталось как бы лежать на местах. Просто сказали, здесь то же самое. Зато звук у ДДТ – это звук. Это не пение под фонограмму у Ирины Аллегровой, понимаешь? Ну, здесь мы не будем говорить так. Но ДДТ – это легенда. То есть, вот вчера «Машина времени», оно как дало. У меня в архиве есть, наверное, то, чего есть не у всех. Это то, когда еще не было этой сцены, это то, когда еще не было тех красивых кресел в зрительном зале. Когда здесь просто было пустое помещение, когда все вот это не висело. Конечно, вот это людям нужно показать, да, то, что было, и то, что есть. Как настроение, пожалуйста. Хорошая. Субтитры создавал DimaTorzok Все, кто верит в меня, за мной. Извините, здравствуйте. Здравствуйте. Вот здесь было два кабинета. Два кабинета и коридор. То есть кабинеты эти не использовались, они просто простаивались. Соответственно, мы сделали небольшую реконструкцию. Теперь хороший полноценный зал, где можно заниматься детям. Ты говоришь, по телевидению скучаешь или нет, да? Есть студия звукозаписи. Здесь не только записывать вот группы там или сольников. Мне хочется, чтобы мы здесь сделали там профессиональные озвучки, голоса. То есть на этом еще зарабатывать. Это тоже немножко коммерческая сторона в плюсе в этом. Поэтому почему бы это не сделать, хотя это возможно? Ну, здорово. Ну, вот это только все в проектах. То есть мы вам показываем самое сердце, самое вот эти. Это еще никто не видел, первое телевидение сюда зашло. Понятно. Здесь у нас будет 4D кино. То есть это тоже фишка, да, которая вот буквально это стартанет с декабря месяца. То есть сейчас мы делаем ремонт. А ты думаешь, что это приносило больше прибыли, чем ресторан? Нет, а та часть будет под кафе. Мы там переделаем, перестроим и будет кафе. Задумок. С каждого угла этого здания ты хочешь деньги собирать. Да. Да. Хочется, вот мне хочется вывести на самоокупаемость. Вот у меня прям такая большая цель. Ага, сейчас у тебя начнется головная боль. Сейчас наступит отопительный сезон зимний. И ты поймешь, какие расходы тянет это огромное здание. Этот твой дом, твой корабль этот вот. Вы знаете, какая головная боль? Летом дожди, головная боль. Зимой холод, головная боль. Весной еще что-нибудь. Да все мы переживем. Все нормально будет. Здесь я хочу летом сделать кафе. Хорошее кафе с выходом. Вот посмотрите, красиво. Амур, прекрасно. Китай. Столики, да, стоят? Да, полностью здесь столики. Все сделаем. Очень красиво должно быть. Смотришь, все эти надписи. Ну, что это? Ну, что за у нас за народ, а? Да, обязательно надо что-то начертить, нарисовать, отдолбить, отколупать, да? Вон, Вася. Вася, блин. Думаю, Вася бы руки повырывать бы. И так ты оправдываешь человека. Ты мнишь его одним из величайших чудес Господних. Да. Ты богохульствуй, Жанна. Человек – это грязь, подлость и непристойное видение. Надо зону. Для чего? Молодежи, значит, энергия есть здесь писать. Значит, нужно эту энергию в другую русло перевернуть. Другое. То есть мы сделаем молодежную зону, но немножечко попозже. Все-таки нужно ее делать. Я думала вообще здесь елку большую поставить на зиму. Кстати. Такую большую, такую елку, как поставить здесь. Кстати, так уже и надо, да, действительно, сделать. Ну вот, сделаем. Я знаю журналистскую сферу, да, я знаю рекламную сферу, а сейчас я в культуре. И я вижу, что о том, что информация нужна всем. То есть у нас не так ее много, интересное и новое. И нужно предоставлять возможность всем телеканалам и радиостанциям, и газетам показывать это. Поэтому вот я поменяла свое мнение. Я против эксклюзивности. Я за то, чтобы давать возможность всем показывать, давать возможность. Потому что у каждого телеканала есть своя уже аудитория. И если эта информация будет на одном, на втором, и каждый подает ее по-разному. Вот кто-то подал так, кто-то подал по-другому. Поэтому нужно давать возможность всем. А мне всегда казалось, что телевидение бросить невозможно. А ты вот так резко причем, никто не ожидал. Раз, бух, и сюда. Вы знаете, я до сих пор скучаю по телевидению. То есть я вот настолько... Тебе здесь некомфортно? Нет, мне здесь, это моя вообще сфера. Мне вот уже говорят, вот день учителя был, я педагог. Меня поздравляли с днем учителя. И в принципе, руководитель, он и должен быть педагогом. То есть вот мне это очень хорошо помогает. А культура, это моя все-таки деятельность. Мне нравится, вот нравится вот это вот. Туса, вот это мне нравится. Чувствуешь, да, что ты идешь где-то, и музыку еще вот такой, да. Ты идешь, такое чувство гордости, что ты работаешь в общественно-культурном центре. Мы верим в тебя, единая Россия. В твой разум и волю, и верность твою. Была ты и будешь великой Россия. Мы вместе с тобою в едином строю. Мы вместе с тобою в едином строю. А какая самая заветная у тебя мечта? Да мечта много. И заветных тоже, даже сейчас не скажу. Я думал, ты скажешь, стать депутатом Городской думы. Ну, это одна из заветных мечт. Я деловая женщина России еще буду. То есть я вообще великий участник. Может быть, туда, выше. Ну, заветная мечта, наверное, просто быть счастливой. Это моя самая заветная мечта. Хочу тебе твое счастье пожелать. Да, спасибо, Сереж. Спасибо. Молодец. Благодарю всех! Съемка окончена!